Я потерялась. Где-то они пошли с Дариной. А мы хотим в прятки юзки поиграть. А я спряталась в шкафу. Мы не знали, извините. У нас нормально. Это какой-то трындец, товарищи. Утро следующего дня. Ключи от машины. Машиной. Как вы думаете, что я сейчас буду делать? Вот так у меня каждое утро происходит. А я, представляете, еду к Маше и везу ей еду. Мне кажется, я первый раз ей везу еду. Нажарила много сырников. Прям целую большую тарелку. И сейчас отгоняю Маше машину. И решила им тоже передать. Я почувствовала себя прям мамой настоящей. Первый раз буду ехать на машине на Машиной. Пахнет так в машине классно. Алло. Я уже выезжаю. Куда выезжаешь? К Маше. А, выезжай, да. Давай. Ты туда подъедешь, да? Да, через минут 10. Да, хорошо, давай. Поехали. Нормально. У Маши Шансон тут играет. Я в шоке. У Маши Шансон. Вообще очень непривычно. Вроде бы и Opel. Как бы плюс-минус одинаковые машины. Но посадка здесь я ниже, глубже сижу. Мне хочется выше сиденья поднять. Вот эти вот косяки, вот эти, они как-то мне перекрывают. Я бордюры не вижу. Вот когда сейчас поворачивала, у меня как раз попадает бордюр вот на вот эту вот штуку на стекле. И это прям неудобно. Может, если бы сиденья выше поднять, то было бы удобнее. Маша выше ростом, а может, ей виднее. Ну, я не стала уже двигать тут сиденья, сильно зеркала. В принципе, мне видно, но все равно у нас рост с Машей разный. И поэтому немножко я бы себе подстраивала. Но я так не люблю, когда в моей машине кто-то проедет и там все под себя перестроят, а потом садишься и приходится все опять перестраивать. Еще не сразу понимаешь, что произошло. Завтра я с мамулечкой еду. Ой, не с мамулечкой, с Машунечкой еду на УЗИ. Маме моей не надо сказали, а у меня какая-то там, короче, была штука, и сказали, за ней надо следить, и я вот так вот за ней и свяжу. Последний раз следила за ней два года назад. И Маше чего-то тоже сказали сходить на УЗИ на всякий случай. Может быть, что-то поснимаю завтра еще. Интересно вообще такое, как походы всякие, поликлиники, больнички. Наш драмтеатр, забыла, как называется. Провезу вас немножко по центру города, хотите? Это вот наш самый-самый центр города. Сейчас будет светофорчик, и мы выйдем. Там будет с левой стороны дом торговли называется. Когда я была маленькая, это был самый огромный... Сейчас вы увидите, будете смеяться. Самый огромный этот дом торговли. Это вот что-то такое было. Мы когда шли с мамой в дом торговли, у меня было прям и детский мир еще, вот мы там уже проехали. Но дом торговли, это было что-то, нечто. Сейчас видите. Вот он. Это такая была громадина. Я вам не могу передать. Кстати, мама там работала в кондитерском цехе. Вот в этом доме торговли там был кондитерский цех в подвале. И моя мама там работала. А сейчас мы подъезжаем к остановке Дружба народов. И вон там, вот сейчас мы к ним тоже подъедем. Дружба народов. Это наш тоже там концертный зал. Туда приезжают... Кстати, там очень классный зал. И туда очень любят к нам звезды, эстрады приезжать. Потому что сцена красивая, аппаратура классная. Ну, в общем, тут там у нас еще фонтан, он сейчас не работает. В общем, такое все там в классном состоянии. Тут у нас такая вот площадь как бы небольшая. А вот так подсекает. А это остановка Пасторовская. Кто в Черкассах жил, я думаю, им сейчас приятно. Потому что у меня там есть некоторые, кто пишет, что раньше жили в Черкассах. Так приятно ездить по этим улицам. Вот это вот немецкий дом у нас считается. Так, по-моему. Ничего не путаю. Я так, да, еще, блин, экскурсовод. Я могу перепутать. Не, по-моему, все правильно. Так вот, я надеюсь, вы кайфуете, бывшие черкащане. Видите свои, может быть, улицы. А это сейчас будет поворот на мытницу. А, а вот это вот мы проехали, вот там заезд в этот парикмахерская. Там, где я стриглась раньше у Вики. Сейчас она уже переехала. Эгоистка парикмахерская. Так, едем дальше. Нам нужна следующая улица Энгельса. Все, я уже приехала, позвонила Маше. Сейчас она спустится. А вот уже и Артем подъезжает с Дориной. Смотрю. Ага. Да, она там так, чтобы не отрывал. Да, а Эклипсы купили и Эклипсы позаправляли, потому что они потерялись где-то. Короче, ну все нормально. Я погнала, потому что мне... Боже, какая стрёмная. Я настоящая мама сегодня. Что, ты мне еду привезла? Да. Я тебе привезла еду. Это сырники. Спасибо. Пожалуйста. Офигеть. Вот это праздник. А я знаю, что ты у вас такой? Это урвес. Спасибо, спасибо. А вы что, куда? А я думаю, мы сейчас поедем в депот ТРЦ погулять. Да? Мы едем в ТРЦ. А я первый раз у тебя еду сзади в салончике. Смотрите, тут просторненько у Артема. У машинки. Хотели меня разыграть, но не признаемся, теперь как? Теперь я буду ждать подвоха постоянно. Да. Ничего не пристегнут? Да. Ты? У меня подушка безопасность. Она не срабатывает, между прочим, без ремня. Ты знаешь это? Что такое детка? Ну, она как-то там с ремнем связана. Нет. Короче, мы пришли в Юск, и я тут такую штуку увидела. Ну, вернее, Артем увидел. Мы снимаем Артема на канал, и я потерялась. Где-то они пошли с Дариной, и я их потеряла. Нормально? Шли-шли впереди меня вдвоем, потом где-то свернули, и все. И нету. Круто. Неба. Вы специально прятались, да? Да. А я потеряла вас, ищу, бегаю. Нормально? А мы хотим в прятки в Юске поиграть. О, прикольно. Да. С закрытыми глазами. Да, с закрытыми глазами. Тут надо помещение выбрать. А я спряталась в шкафу от Артема с Дариной. Они от меня только что спрятались, а я спряталась от них. Интересно, найдут они меня или нет. Ходят там. Очень классная подставочка. Ой, а вообще, а мне очень нравится вот этот цвет. Вот такая мебель мне нравится цветом. Ну, вы там пока идите, а я пойду покупаюсь. Можно? Вода теплая, мне кажется, уже. Ломают эскалатор. Смотри, оп, остановился. Мальчик как. Эскалатор работает быстрее, как только на него кто-то становится. А когда никого нет, он медленно ездит. А спуститесь вот так вот, слабо? Он остановился вообще. Ой, он поехал. Нет, он остановился. Повторюхи-мухи. Повторяют за мной. Да, мы знаем. Эскалатор? Оказывается, эскалатор может поломаться, если по нём идти вниз. Мы не знали, извините. Да, да, я такая. Ты можешь поломаться. Я такая. Странно, что это не ты сделал. А моя видела. Она покраснела. Секуны, секуны. Сбежали. Оставили меня одну. А что тебе говорила? А мы накупили разных чипсов. Я вот себе вот такие купила. А можно чуть-чуть окошечко прикрыть? Вот. Лейса с беконом. Дарина себе с сыром купила, да? Со сметаной и с сыром. А, со сметаной и зеленью, а Артём с сыром. Я купила ещё вот такую штуку. Называется имбирный лимонад. Интересно. Хоть что-то должно быть полезное. Хотела сначала полу, а потом передумала. Вот. И Дарина с Артёмом тоже что-то купили. Мы, короче, в магазине там снимали всё Артёму на камеру. Он сказал, всё, свою не доставай. Это мой контент. Так что и извиняюсь. Всё там. На Артём вет. Короче, мы вышли. Мы хотели вот тут вот поесть вот эту всю вкусность. Но тут столько мошкары летает. Что-то рот страшно открыть. Просто. Я не знаю, на камеру, наверное, не видно. Ну, её тут прям тучи такие. О, вот. Да, конечно. Так вот, да, вы хотели меня оставить на съедение этим? Ой, сейчас прям было как в фильме ужасов, знаете, когда вот эти пчёлы-убийцы там за кем-то бегут, а они в машину заскакивают. Так, ну давай, будем пробовать в лимонад. Виктория, чей чипсы лучше? Я не знаю, чей тебе вкусный. А лимонад чей лучше? И тот, кто-то вкусный. Писпорим, если я вам скажу, ты бы взмог? Вин сказал, конечно, взмог. Нет. Ты же мог там покупаться? Конечно. А как мы руки помоем, вот это, а? Уже. Ты куда трусишь на машине? Дай. Что надо? Чипсов дай. Подписывайся на канал Беллик Толик. Вот так надо сказать. Давай. Давай. Нет. Да. Надо. Давай. Приготовьтесь. И. Подписывайся на канал Беллик Толик. Виктория.